вечер мои хорошие и снова вы у меня самые лучшие самые хорошие рада всех вас видеть мы сейчас собираемся очень оперативно я рада что вы ждете каждую среду наши прямые эфиры и сразу же скажу не знаю новость не новость в общем у нас же лето как бы каникулы и поэтому у тани нет хора но чтобы ребенок не болтался что называется в свои пять лет без дела мы решили ее на лето отдать на гимнастику и занятия у нас со следующей недели будут по четвергам по нашему времени в 7 вечера по москве это в пять и вот пока вы собираемся я хочу вам задать вопрос будет ли удобно вам но мне это точно будет удобно если мы наши прямые эфиры перенесем со среды на четверг и сделаем их соответственно на час позднее черкните мне сейчас чтобы я имела ввиду как бы понимала ориентировалась придете вы на следующие прямые эфиры или нет вот напишите пожалуйста очень рада всех видеть очень рада и вижу что среди нас есть продавцы пряжи в этом не для меня очень приятно очень важно и как-то на одном из прямых эфиров я уже говорила что если вы хотите какую-то новую пряжу протестировать правильно как сказать проверить и получить отзыв это особенно важно бывает с незнакомыми с новыми какими-то артикулами мы можем с вами посотрудничать и на таких прямых эфирах я расскажу о пряжи которую вы хотите протестировать это будет полезно и магазином пряжи и конечно это будет нереально полезно всем кто присоединяется к нашим прямым эфиром а это порядка 150 человек каждую неделю и плюс это больше тысячи полутора тысяч просмотров потом уже в записи то есть если интересно вам такое сотрудничество я буду рада потому что невозможно всю пряжу перевязать и мне очень часто пишут спрашивают а как вот эта пряжа как вот эта пряжа а я понимаю ребят я могу вам только вот как бы что вижу то и пою и вот вижу вот визуально бобину могу какие-то дать свои заключения но раз я не вязала например из какого-то артикула конечно я окончательный вердикт не могу вам сказать и поэтому было бы здорово вот такие тестирование пряжи проводить на разных переплетениях и чтобы наши любимые машины вязальщицы чтобы все мы могли не бояться покупать эту пряжу что называется в правильном месте и уже не переживать что придет вам кот в мешке и куда с этим котом потом деваться вот но нас уже довольно много я еще раз всем говорю привет привет и еще раз говорю что следите за новостями возможно со следующей недели наши встречи по средам станут встречами по четвергам но это пока вот как бы такой мысли вслух такие и с просто следите за новостями ну что у нас сегодня с вами много дел и нам за час нужно все это переделать значит сразу же я в stories уже выложила выложила stories с двумя именами для нового мастер-класса спасибо всем кто поучаствовал кто писал такие красивые названия такие красивые имена так романтично я просто не могу но больше всего мне понравились больше всего как-то мне как это сейчас говорят зашло два имени два названия это эмма и ассоль я даже честно скажу я не могу объяснить почему мне так понравились эти названия ну вот просто и вот как бы де-факто просто могу сказать что где-то они прямо очень близки к моему ощущению мне не хотелось привязываться к цвету потому что я знаю что вы будете вязать это платье совершенно не обязательно в голубом цвете она будет шикарно смотреться в любом цвете белый красный да вообще любое то есть вот я уже связала два платья это в зеленом цвете и ой какая сегодня смешно в зеленом цвете и в голубом и я очень довольна платье смотрится абсолютно по-разному и поэтому мне хотелось чтобы название мастер-класса не опиралась на цвет а именно вот на какое-то настроение и вот эти два имени эмма и ассоль в общем я вам сейчас нарезаю задачу нужно будет после прямого эфира открыть stories и проголосовать пожалуйста сделайте это чтобы наконец-то наше платье обрело имя ну а девочки которые предложили эти названия то есть кто-то одна из них получит скидку на этот мастер-класс 50 процентов вот сразу же скажу что стоимость мастер-класса по спец цене то есть по предзаказу будет восемьсот пятьдесят рублей а стоимость потом уже ориентировочно со следующей среды или четверга будет 1150 то есть разница в 300 рублей если вам это интересно значит опять же как только будет готова страничка в онлайн школе я напишу новости все наши и ссылочка будет у меня в шапке профиля в профиле в топлинке и вы сможете по предзаказу оплатить по спец цене только для вас и уже со следующей неделе мастер-класс будет доступен для тех кто не видел не знает что в этом мастер-классе можно посмотреть вот этот пост с именем там выложено это платье плюс к тому что мы просто вяжем платье в поперечном направлении там три вида рукавов причем я не только даю программу как связать эти три вида рукавов я показываю как это сделать все три варианта значит дальше расчеты на два вида горловины что еще там разные варианты соединения деталей конечно будут выкройки в книг стайлере и на бумаге просто вот все это для вас чтобы вам не сомневаться я покажу сейчас образец платье у меня уже уехала хозяйки я сейчас жду живые фотографии ну живые смысле на хозяюшки а вам я хочу показать это образец то есть вы не пугайтесь это два варианта рукавов которые я показывала вам я вязала в масштабе чтобы мне снова не тратить кучу пряжи я в масштабе уменьшила петельную пробу и связала смотрите так вот так вот покажу вам вот такой рукавчик цельно вязаный причем я показываю сразу же на одном рукаве два варианта выполнения частичного вязания и конечно показываю какой эффект получится при том и другом варианте то есть вот это цельно вязанный рукав который вяжется прямо сразу с платьем а вязала я рукавчик в изделии классический то есть там обычный регланчик и второй вариант цельно вязаный длинный рукав но длина может быть соответственно любая просто в масштабе я показала и получается очень очень красиво интересно вот это то что в этом мастер-классе то есть я не просто там говорю ребята все круто вы можете связать рукав так и вот так я вам покажу как это сделать и расскажу и дам программу как всегда excel с подробным подробным расчетом я даже вот сейчас могу сделать ход конем открыть эту программу excel и показать вам смотрите сейчас попытаемся сделать все быстро и красиво так быстро красиво не получается получится не быстро так на страшные что же не смотрим вот если посмотреть я надеюсь что у вас видно три варианта платье с классическим рукавом платье с целью друзья прям платье с цельно вязаным коротким рукавом расчет и платье с длинным рукавом связанным поперек в все рассчитан и интересная фишка вот здесь я не знаю смогу ли увеличить не смогу вот здесь увеличу сейчас вы сами можете выбрать ту ширину платья которую хотите смотрите вот если я по 2 иглы буду выдвигать в частичные нерабочие в передние нерабочие положение у меня получится ширина по низу 317 сантиметров и подходит для тех у кого по груди не больше 118 дальше если я буду выдвигать по 3 иглы вы сами меняете эту клеточку не зря она выдвину обозначена выделена вы видите сразу же поменялось ширина по низу стала меньше и ширина по груди тоже стала намного меньше а если например по одной иголочки то вы получите просто двойное солнце 6 метров по низу и 2 метра по груди конечно же здесь во многом все значения зависят от петельных проб поэтому просто нужно садиться пробовать и вязать это то что касается платья значит еще раз говорю ориентировочно субботы пока что говорю ориентировочно потому что жизнь такая штука поперечно полосатая пока ориентируемся на субботу заглядываем ко мне в stories и в профиль и как только там появится ссылка на предзаказ так сразу же проходим по ссылке и заказывая кроме того если вы подписаны на нашу рассылку значит вам придет соответственно письмо на почту что можно оформить предзаказ на этот мастер-класс так ну цена 850 предзаказ 1150 это уже окончательная цена ну с этим мне кажется все понятно и сейчас я хочу еще кое-что вам рассказать показать если вы посмотрите последний пост вы увидите предложение купить программу excel для вязания сарафана вот когда-то давненько я вам показывала вот такой сарафанчик это макет это был пробный макет учитывая все плюсы минусы я сделала программу excel и отвязала несколько таких сарафанов конечно здесь все обработано на больших сарафанах но суть вы у меня очень сильно просили мастер-класс по этому сарафану но я понимаю что я просто не успеваю у меня не хватает рук времени сил ночей вот и поэтому я предлагаю так как это изделие достаточно простое но есть нюансы как всегда я предлагаю вам просто купить программу excel стоимость программы 280 рублей и что в этой программе сразу же скажу там во первых правильный расчет клина с одной стороны каждый чулут считает таклин все же легко но чтобы изделие смотрелось логично лаконично чтобы не было провиса по углам чтобы при необходимости рассчитать качалку она не всегда нужна вот для этого нужна программа excel и купить ее вы совершенно спокойно можете если напишите мне в директ или под последним постом напишите хочу программу я отправлю вам реквизиты на оплату и соответственно потом ссылку на скачивание программы чтобы мне не быть голословно я сейчас открою эту программу и покажу что вы увидите в ней так снова открываю программу excel вот он сарафан с боковыми клиниями конечно не очень удобно так с компьютера смотреть может быть ребит но суть смотрите то чего не было в предыдущих ни в каких программах понятно что вы вставляете сюда ваши петельные пробы ваши мерки и смотрите желаемая ширина по низу поставили какую хотите сарафан должен быть хорошо так расклешен чтобы он смотрелся красиво и вот здесь у меня есть фишка ширина сарафана по окружности бедер то есть я просчитала все рассчитала какая будет ширина вот на этом уровне по бедрам это очень важно если у вас фигура с хорошей такой активной попой чтобы не получилось что здесь у нас все села красиво а вот на попе все натянулось и вот так вот и клеш весь потерялся так вот вы видите что здесь мерочка есть и если ваша мерка близка к этому значению нужно увеличить значение ширины по низу вот для сравнения возможно вам не видно я просто прокомментирую сейчас при тех мерках которые выставлены у меня получается ширина по низу 133 ширина по бедрам 133 а ширина по низу 160 так вот если бы у меня окружность бедер было 126 то здесь я бы с удовольствием поставила большую ширину 180 и соответственно ширина сарафана по бедрам тоже увеличилась это очень важно потому что мы не всегда можем сориентироваться именно на ширину по низу нам кажется мы сделали большую ширину но вы видите какой здесь клеш это а-образный силуэт и поэтому не всегда мы можем точно высчитать какая ширина будет у нас по бедрам и вот может исказиться быть в общем неправильный будет силуэт ну а в работе все обычно спинка перед клин при необходимости рассчитана качалка здесь есть прямо графа нужно или не нужно качалка если я поставлю ширину по низу например 2 метра вот при обхвате груди этом не нужна качалка но по расчетам то есть когда выставлены у нас с вами все данные здесь будет подсказка нужно или не нужна качалка ну вот конечно же все планки рассчитаны это все то что касается программы excel если интересно если она вам надо если вы хотите успеть связать летние сарафаны пожалуйста вперед и кроме того по этой же программе excel вы можете связать не только сарафан вы можете спокойно связать летнюю туничку она не обязательно должна быть длинная совершенно спокойно чуть ниже бедер связали и точно также к этому сарафану меня просят оля нужны рукава игру ну рукава возьмите в мерки свои вставьте в программу в точной рукав и у вас будут рукава в общем про это я вам рассказала дальше дальше идем быстро в двух словах говорю какие скидки начнутся у нас завтрашнего дня может быть завтра или послезавтра то есть там уже как наташа сможет поменять данные на сайте три курса будут со скидками целый месяц пока просто их объявляю в следующих прямых прямых эфирах расскажу подробнее про каждый значит калейдоскоп узоров silver это все чего нет в инструкции то есть все что касается узоров разных фактур разных чего нет инструкции хотите больше чем инструкция пожалуйста добро пожаловать в калейдоскоп узоров дальше большая красота 1 это джемпер абрикосовый лед и кардиган лунная роса для больших размеров такие нормальные хорошие размеры 56 60 62 даже больше можно везде есть программа excel везде есть выкройки и третий курс со скидкой 20 процентов продается это главное чтобы костюмчик сидел три костюма один спорт другой костюм с лампасами и кардиган с запахом и третий костюм детский матросский костюмчик ну вот это я вам рассказала все новости теперь по вашим просьбам по вашим по результатам голосования тема большая ширина что я вкладываю в значение большая ширина это не всегда большой размер нам нужна большая ширина ну я четыре самых основных причины выделила когда нам нужна большая ширина это когда мы ну во первых первая мысль приходит когда мы вяжем большой размер не всегда нам хватает размера наши игольницы второе если даже размер у нас маленький но мы захотели связать овер какой-то оверсайз или супер оверсайз тогда конечно нам опять может не хватить игольницы третий вариант это то что касается вот следующий ближайшего мастер-класса платья когда мы вяжем поперек и нам не хватает опять ширины игольницы чтобы получить нужную длину и один из самых частых вариантов это просто плотное вязание сейчас очень очень актуальны все плотные вещи мелкий трикотаж пряжа с лайкрой все эти варианты дают большую петельную пробу то есть даже на пятом классе может быть петельная проба в петлях 4 и 2 4 и 6 если мы вяжем достаточно плотно ну и конечно при такой петельной пробе нам максимально на что может хватить это 50 сантиметров мы берем просто калькулятор 200 игл делим на петельную пробу и получаем максимальную ширину которую можно связать выбранным переплетением на машине если мы говорим о вязании без швов и вот как с этим быть если мы говорим о плотном вязании и нам сильно не хватает игл есть вариант добавить ниточку если нужно сохранить плотность вы добавляете ниточку и примерно на цифру если я говорю о пряже примерно полторы тысячи метров 100 граммах и примерно на цифру добавляете значение на каретки в таком случае у вас сразу же значение по петельной пробе станет меньше часто сталкиваюсь с тем что говорят ну тогда будет очень толсто на самом деле вот так скажем человек который ну не посвящен сильно глубоко вязание а наши клиенты зачастую это именно такие люди им разница между 3 нитки и 4 нитки но при правильно подобранной плотности она не существенно конечно если мы говорим о разнице вязание в 3 и сложение пряжи там 32 на 2 из 5 сложений конечно сразу же и тактильно и чисто визуально разница будет огромная но 3 и 4 сложения либо 45 многие даже не заметят при условии что у вас правильно подобрана плотность вязания ну что если вы связали например в 3 нитки рыхло в 4 очень плотно вы получите в 4 нитки дубовое полотно а в 3 будет вот такая вот рыхлая ну непонятная мутная фактура вот поэтому не бойтесь если вам не хватает немного петель там 20 25 даже 30 можно просто добавить одну ниточку и результат вас порадует но конечно бывают ситуации когда это невозможно когда мы вяжем в одну нить то есть у нас пряжа уже скручена метраж уже определен и мы зависаем здесь у меня вот такая ситуация произошла вот вопрос недопонимания с продавцом был ну я думаю что это моя вина потому что я не уточнила в общем покупаю хлопок с шелком метраж большой 3000 метров в 100 граммах планировала вязать на седьмом классе и меня в переписке продавец спрашивает вам размотать в три сложения я классно я имела ввиду мыслила что размотать на три конуса и влюда конечно результат был другой мне просто смотали эту пряжу в три сложения что я получила я сейчас уже я не могу спокойно добавить или убавить одну нить у меня просто бобина 500 грамм смотана в три сложения то есть я могу вязать эту пряжу сейчас только в три либо в шесть сложений либо мне нужно опять эту дорогущую пряжу докупать чтобы я могла уже маневрировать вот поэтому если вы покупаете пряжу и у вас спрашивают нужно ли вам сматывать пряжу на несколько сложений уточните чтобы вам размотали на конусы они все вместе если конечно речь идет о вязании например там в 10 в 12 сложений там конечно можно вместе смотать если промышленное хорошее оборудование у продавцов ну а вот у меня сейчас стоит эта бобина и с моей точки зрения такой не два не полтора получилось вот это то что касается плотности вязания здесь мы в основном можем как-то маневрировать если у нас речь идет об оверсайз оверсайзе вязание больших изделий здесь мы можем чаще всего работать с фактурой то есть если вам на маленький размер нужен широкий джемпер с шириной там 120 140 сантиметров вы можете перейти на полный ластик вы можете перейти на полу фанг полу фанг на полном ластике и в результате вы получите классную вещь то есть здесь большая ширина для нас не проблема но если у вас большой размер то далеко не всегда нам нужны полные ластики полу фанги то есть фактуры которые либо тянутся хорошо это я про полный ластик либо которые дают объем это я про полу фанг очень часто при больших размерах с меня просят просто гладь желательно плотную и желательно ну такую не очень толстую не очень объемно что же делать как быть и у нас с вами есть курс большая красота вторая часть мы вяжем из разных деталей то есть мы разделили на блоки и соединяли что-то в процессе вязания что-то мы соединяли потом уже по готовности благодаря такому варианту у нас во первых мы можем создать любую ширину во вторых мы создаем так называемые ребра жесткости если это большой размер то это очень важно потому что благодаря этим вертикалям вещи получаются структурированные они хорошо держат форму они не висят как тряпочки ну может быть не хорошее сравнение какое-то но не ярко но суть то есть это не просто что-то там вот повесили висит на большом размере балахон нет там четко получаются если правильно составлена выкройка очень четкие рельефы какие еще варианты при вязании больших размеров можно использовать частичное вязание я сейчас вам покажу фишку буду рисовать помните как в прошлый раз если вы конечно не против но если вам не нравится как я рисую то тут я вам уже не чем помочь не смогу рисовать и атаки не научилась хорошо прямо идеально так сейчас мы с вами переходим на рисование и попробуем порисовать варианты для больших размеров что это может быть то есть первый один из вариантов я вам показала это сарафан который с клиниями по бокам смотрите что делается в этом сарафане тайны никакой из этого не делаю вот такой силуэт там может быть v-образная горловина круглая это может быть платье может быть что угодно при больших размерах мы создали нужный объем в правильных местах по груди сарафан может быть чуть более свободный а здесь у нас достаточно свободы чтобы фигурка наша какая бы она там у нас не было яблоко или прямоугольник да вот такая фигурка может быть или груша здесь здесь вот побольше то есть здесь спокойно мы спрятали нашу фигурку за аккуратным объемом почему я говорю за аккуратным потому что когда мы вязали клинья вот эти боковые во первых правильно созданы вот эти вот силуэты они скрадывают наши с вами бедрышки если у нас проблемная зона здесь направление они ломают как бы тип фигуры и поэтому мы не видим недостатков мы видим те линии которые создали сами кроме того раз здесь меняется направление вязание точно так же у нас как сказать глаза разбегаются то есть здесь фактура шла четко вверх здесь наискосок и это как принт работает и еще один момент меня спрашивали те кто купили уже этот но не мастер-класс программу excel швы выполнены сразу в процессе или потом на сарафанах я выполняла швы потом и это опять же дополнительное ребро жесткости которая не дает вот смотрите вот спинка если мы говорим о фигуре человеческой да вот так вот спинка идет у нас тут у нас вот так примерно грудь и вот если у нас с вами так мысль мысль теряю вспомнил значит и вот этот сарафанчик смотрите вот он у нас идет расклешенный вот так вот вот это вот вид сбоку благодаря швам которые у нас с вами вот здесь от проймы получаются вот он клинышек благодаря этим швам у нас здесь нигде не заламывается сарафан в наши складочки ну конечно если они есть но такой сарафан он универсален он подойдет для любого размера для любой фигуры то есть абсолютно универсальный сарафанчик это один из вариантов как можно связать изделие большого большое по ширине у меня 160 сантиметров была ширина этого сарафана я фотографию которую показываю на манекене 46 размера здесь было 160 в обхвате какие еще варианты есть чтобы нам с вами красиво выглядеть опять же рисую фигурку не маленькую может быть не самую пропорциональную ну я думаю что вы прекрасно поймете и есть такой способ вязания замечательный это частичное вязание мы в новом мастер-классе в платье используем разные варианты частичного вязания с увеличением с уменьшением количества рабочих игл так вот я могу вам предложить такой вариант я просто рисую а вы для себя уже намёточки если вам нравится вы уже какие-то намёточки для себя берете например большой размер нужно удлиненная туничка джемпер как хотите назовите размерчик не маленький примеру по окружности бедер 126 и это значит что 63 сантиметра нам нужно умножить на нашу петельную пробу даже если петельная проба три с половиной смотрите 63 умножить на три с половиной если я правильно посчитала у меня получилось 220 петель конечно для нас это нереально и 20 петель это них не копейки что можно сделать мне этот вариант очень нравится особенно если мы делаем это в правильных цветах смотрите вот 20 петель у нас недостающие частичное вязание темный цвет следующий блок идет чуть светлее следующий блок он может быть с меньшим количеством петель смотрите увеличенные ряды потом уменьшаем количество игл потом мы можем с вами даже вот так пойти и вот так и казалось бы блоки должны делить фигуру но на самом деле у нас получится другой эффект я вот сейчас подчеркаюсь всяко разном у нас получится совершенно другой эффект у нас не горизонтальные линии это они у диагональные и благодаря этому силуэт не получается квадратным он не получается тяжелым и если правильно подобраны цвета цветовые решения вы получите шикарную шикарную вещь таким образом вы можете разделить любое изделие на любое количество блоков понимаете я такая сама с собой разговариваю думаю меня хоть кто-нибудь интересно хоть неинтересно кроме того вы можете тоже самое сделать в одном цвете то есть вот вы связали вот эту часть сняли на вспомогательную нитку конечно при больших размерах при большой ширине придется снимать на вспомогательную нить и вязать следующий блок вот этот можно сделать это той же пряжей но вы получите опять же здесь у вас будут эти линии создавать нужный не горизонтальный не горизонтальный профиль и конечно рукава вы можете сделать совершенно любые вот вы спрашиваете куда делись 20 петель они никуда не делись мы на 200 петель набрали и связали этот кусок сняли на вспомогательную нить здесь вот эти же 20 петель например навесили да это не днип не прямо не пять секунд но зато какая красота они вяжутся целиком но приходится каждый раз снимать на вспомогательную нить и например если мы по прямой без изменения количества игл идем то вот здесь те же 20 оставили эти 200 надели поехали связали и так далее это еще один вариант сейчас показываю фишки из нового мастер-класса что у нас было в новом мастер-классе будет для вас для вас будет для меня уже было платье шикарная реглан я вот не хочу никого обманывать не хочу никого обманывать чтобы мне потом не говорили что я занимаюсь плагиатом возможно возможно я сама не люблю это слово и не люблю когда у меня как бы что-то берут без разрешения но здесь у меня клиентки которые просят бесконечно вязать вещи из найденные в сети и поэтому я пишу я понимаю что вам она надо то есть это не я придумала я увидела картинку и попыталась ее осмыслить как я вижу у меня получилось не так как в оригинале поэтому как бы плагиатом это назвать сложно но идея я вам честно говорю идея не моя и также вот мастер-класс который вы меня просите с шортами и с жилетом точно так же идея не моя но осмысленно переосмысленно создана программа excel для нее и поэтому ну захотите вот в общем можете все это у меня покупать эти мастер-классы так отвлекаюсь теперь значит вот у нас платье оно связано вот так поперек длина платья 105 сантиметров при петельной пробе 3,24 сотых мне нужно набрать 340 петель не слабо да но это так вот примерно на вскидку что я делаю я делаю я делю платье на части и это все уже просчитано в мастер-классе все уже просчитано рассчитанном и вы вяжете сначала вот эту часть одной деталью потом конечно же мы вяжем рукава и в последнюю очередь я показала вязание валаном но чтобы валан не смотрелся топорно не смотрелся колхозно я сразу же в процессе вязания показала вам несколько вариантов соединения присоединение валанок полотно я сейчас не буду рассказывать как я это делала я вам просто эти варианты покажу смотрите вот это вот тут маленькие кусочки это все вам показала в мастер-классе вот это вариант 1 вот это вариант 2 вариант 34 и вот это уже окончательный вариант учитывая то что у нас центральный шов декоративный вынесен на лицо и такой же шов у нас идет по валану такое соединение просто идеально смотрится а ну вот здесь вот еще один из вариантов побольше кусочек я связала и самое главное все это показываю все рассказываю все очень четко вот вот так можно легко выйти из положения то есть нужно знать что с чем соединять если сильно заморочиться можно связать и вот так вот то есть ну наверно не так а вот так вот получается а хотя можно и из нескольких деталей вот пожалуйста первая деталь вторая деталь они могут быть абсолютно одноцветные поворачиваем тадам и вы видите что опять же за счет того что это не горизонталь не на самых широких местах то есть в чем еще фишка когда я разделила платье по горизонтали я сделала это не на самом широком месте ну и кроме того учитывая ширину этого платья фактически даже вот так вот она выглядит если его разложить то есть вот так и за счет того что здесь есть эти вот фалды платье не выглядит тяжелым и она не режет фигуру ну вот я вернулась видите у меня даже так мозги работают что волосы ды вам встают так хорошо вот это я вам рассказала не на просит мастер-класс по этой красоте имеешь ввиду вот вот по этой красоте напиши если по этой и вообще напишите интересно ли вам посмотреть вот эту фишку если интересно то сделаю но только осенью то есть вот к зиме мы с вами можем связать такую штучку и на самом деле навык такой классный вот это то что я хотела сказать в общем то так смотрю что я забыла по большой ширине нам нам приходится это делать нам приходится как-то наши 200 игл ну приспосабливаться к этому как-то нам приходится ну вспихивать в наши 200 игл наши идеи наши мысли и поэтому вот этот мастер-класс с платьем будет крайне полезен для всех кому интересно частичное вязание кто хочет разобраться во всех этих фишках потому что там вывязано частичным вязанием горловина все клинья рукава то есть все это частичка если вы в частичном вязание как рыба в воде значит вам этот мастер-класс не нужен если же вот вы можете себя протестировать загляните в этот в stories или в пост в последний где вот это вот и голубое платье возьмите и посмотрите если вы все понимаете как оно связано значит вам мастер-класс сто пудов не нужен но если у вас есть вопросы по вязанию этого платья то тогда есть смысл об этом подумать значит поперечное вязание не добавляет визуального объема на большой фигуре нисколько если вы вяжете крупно тогда да потому что у вас сами петли пойдут вот петельные столбики они станут горизонталью но если вам нужно связать плотно и для этого вы каким-то образом делите полотно и так далее не будет такой такого эффекта то есть вот мелкая вязка ну конечно образец просто первую попавшийся взял под руку вот так вот сделаю вот она мелкая вязка нисколько не добавит ни объема ничего но зато при поперечном вязание полотно имеет совершенно другую структуру она ведет себя совершенно по-другому и поэтому я наоборот для людей так скажем с размером с хорошим река рекомендую периодически вещи связанные поперек потому что эти вещи они более живые они более какие-то вот такие они опять же не закладываются не складываются ни в какие складочки наши вот а есть еще одна фишка которая при поперечном вязании может сыграть вам на руку вот смотрите я беру этот же образец и вам показывают петли не мелкие и ну можно подумать что они могут добавить горизонтали если вы этого боитесь поверните наизнанку и вы получите иллюзию вертикальных петельных столбиков и если еще добавить декор в виде какой-то может быть где-то тоненькой косички где-то еще что-то там будет вообще тогда бомба вот да диана пишите теория понятно вижу спицами и там укоротить ряды обычное дело конечно частичное вязание так и работает это укороченные либо удлиненные ряды или как я обычно говорю ряды с увеличением количества петель или уменьшением количества рабочих игл значит сразу же скажу два варианта основных выполнения частичного вязания и про оба варианта я говорю в мастер-классе и последний наш с вами прямой эфир предыдущий был посвящен частичному вязанию и там тоже я рассказывала много об обдитиях и прочим-прочим важном а прочих важных вещах так значит сейчас напоминаю мастер-класс с платьем с красивым платьем можно купить будет ориентировочно с субботы по предзаказу 850 рублей со следующей среды ориентируйтесь он будет стоить 1150 может быть с четверга дальше какие еще что мы еще сегодня важное разговаривали о чем важно значит программу excel для такого сарафана с клиниями можно купить за 280 рублей написать мне нужно для этого в директ еще три курса будут в ближайшие дни уже продаваться со скидкой это вам сказала очень мне кажется все самое главное сказала ну и следите за новостями возможно наш прямой эфир со среды переедет на четверг и на час позже я рада что мы с вами сегодня все собрались и так замечательно поговорили я забыла меня же просили рассказать быстро показываю быстренько так быстренько меня спрашивали про базовую стоимость работы я сейчас вот так вот покажу есть у меня вот такая табличка вот если кому-то интересно я куда-нибудь могу выложить либо по запросу могу вам отправить вот такая табличка то есть базовая стоимость работы это минимальная стоимость и плюс идут усложняющие элементы и за каждый из них доплачивается энная сумма денег и если вы испытываете сложности с назначением цены за вашу работу вы можете мне написать я скину вам эту табличку ну куда-нибудь там директ или ватсап кстати могу ее выложить в telegram в наш секретный чат вот если интересно девочки в чате напишите мне кто у нас в чате если кто-то еще не попал в наш чат напишите оставьте электронную почту на сайте вязание . ком там у нас рассылка и вам пришлют ссылку на добавление в чат вот в чате можете задавать вопросы там 300 мастериц которые всегда рады ответить и помочь я не всегда отвечаю я когда уже совсем завал то есть если сложно ну какой-то сложный вопрос возник так вот но вроде бы все сказала просили еще рассказать про мой творческий путь в вязании но я думаю что мы с этого начнем следующий наш эфир если вам интересно что и как у меня начиналась с чего начиналась как вязалась то напишите мне куда-нибудь в директ и я обязательно вам все расскажу сейчас я уже заканчиваю наш прямой эфир еще раз если вы хотите добавиться в секретный чат я сейчас попробую написать вам название моего сайта так заходите на сайт листаете вниз и там будет добавить в секретный чат оставляете там свою почту и вам присылают ссылку на добавление в чат интересно пройти путь вязания данина в общем давайте оставим это на следующий раз кому не интересно узнать про мой вязальный путь вы можете немножко опоздать на прямой эфир но лучше не опоздать все я закругляюсь всем говорю пока пока не болейте будьте здоровы и вяжите с удовольствием пусть у вас все получается все давайте пока пока